Адаптация к изменению климата и здоровья Известно, что одна из причин изменения климата – массивный выброс антропогенных парниковых газов. В разных регионах эти изменения проявляются по-разному. Где-то это приводит к наводнениям, где-то – к засухе, затяжным ливнем или мощным ураганам. Различные последствия климатических изменений объединяют тот факт, что они прямо или косвенно влияют на здоровье человека. Самый наглядный пример – природные катаклизмы. Экстремальная жара вредит человеческому организму. Такие последствия очевидны. Но изменение температуры и режима распределения осадков означает и косвенные последствия для здоровья. Например, изменение областей распространения малярии и тропической лихорадки. Эти заболевания относятся к так называемым трансмиссивным заболеваниям, переносчиками которых являются комары и мухи. Кроме этого, учащаются случаи заболеваний, передающихся через загрязненную воду, таких как тиф и холера. Последствием может стать и неурожай, и как следствие – неполноценное питание. Как прямые, так и косвенные последствия могут стать разрушительными, если мы к ним не готовы. Вот, например, горное село. У ребенка температура. Ее причина – малярия. Но малярии в регионе раньше не было, и ее распространение – следствие повышения температуры. Медицинский персонал не обладает достаточными знаниями для диагностики заболевания. Или здесь, в речной долине. Изменившийся режим распределения осадков стал причиной участившихся разливов реки, загрязнения питьевой воды и повышения заболеваемости. Медицинские центры не справляются с наплывом посетителей. Заболевшие люди не обрабатывают поля. Наступает нехватка продуктов питания. Вывод. Климатические изменения означают рост требований к медицинским учреждениям. Но к этому готовы немногие. Необходимы изменения. Но какие именно? В первую очередь – планирование. Необходимо вооружиться климатической лупой и рассмотреть все мероприятия с точки зрения их последствий для климата. Результатом станут дальнейшие важные шаги. Например, в случае с больным ребенком. В долине, в ближайшей крупной больнице, ребенок получит помощь. Там картина заболевания знакома. Но и медицинским работникам в горных селениях необходимо соответствующее дополнительное образование. Кроме этого, необходимо закладывать адаптационные мероприятия в бюджет. В этой связи важную роль играет планирование персонала и медикаментов с учетом потребности. Не менее важна просветительская работа с населением. Многие факторы риска снижаются с изменением человеческого поведения. Людям лишь необходимо знать правила и следовать им. В сфере планирования с учетом потребностей на национальном и региональном уровне важно совершенствовать регистрацию и мониторинг областей распространения заболеваний и сопоставлять полученные данные с данными о климате. Кроме этого, необходимо учитывать факторы здоровья населения и при адаптации других секторов к изменению климата. Вывод. Изменение климата обуславливает различные виды угроз для здоровья человека. Успехи, ранее достигнутые в сфере укрепления системы здравоохранения, в опасности. Время действовать. Во-первых, необходимо укреплять систему здравоохранения на всех уровнях. Это бесспорно важно. И это становится все более важным в связи с изменением климата и вытекающими отсюда дополнительными задачами. Во-вторых, необходимо учитывать климатические изменения в здравоохранении и одновременно помнить о факторе здоровья в адаптационных стратегиях других секторов. Это позволит быстро приспособиться к новым требованиям и реализовать соответствующие мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин